Изменения, которые сейчас происходят в техническом и профессиональном образовании, они направлены именно на то, чтобы достигнуть качества в выпуске и чтобы эти качества отвечали требованиям работодателей. И мы достигли полной трудоустраиваемости по специальности выпускников. Холдинг определил для себя несколько элементов успешной работы по достижению такого качества в колледжах мирового уровня. Первое, и это важно для нас, это наличие сильного партнера в лице работодателя. Мы совместно с ними разрабатываем профессиональные стандарты. Работодатели предоставляют свои квалификационные требования к рабочим специальностям. Мы формируем систему независимой оценки знаний и присвоения квалификаций выпускникам. И также работодатели будут проводить инспектирование и вести рейтинг колледжей по критериям качества предоставления услуг. На данный момент холдингам уже подписано более 20 соглашений совместной работы с работодателями. Второе, это нам необходимо наличие качественного инженерно-преподавательского состава, обладающего компетенцией в необходимом для подготовки востребованных кадров. Основной упор должен быть сделан на наличие у преподавателей практического опыта. Мы уже подготовили 300 преподавателей и менеджеров организации ТИПО совместно с ведущими зарубежными организациями. Нами разработаны принципиально новые модульные программы подготовки преподавателей с выдачей сертификатов международного образца. Мы планируем начать системную подготовку преподавателей, и в течение пяти лет 26 тысяч преподавателей специальных дисциплин пройдут повышение квалификации. Каждый преподаватель овладеет рабочей квалификацией, новыми методиками по специальности, дидактике и педагогике, пройдет практику в колледжах мирового уровня и ежегодно будет стажироваться на предприятии. Мировой опыт показывает, что для достижения высокого качества образования важно наличие новых образовательных программ на основе модульного подхода, где каждый модуль направлен на формирование компетенций, требуемых для выполнения или управления определенными видами работ и их постоянного практического закрепления. Нами уже подготовлено 25 новых образовательных программ. За следующие три года мы разработаем более 70 образовательных программ. После апробации они будут передаваться в колледжи казахстанские. И в дальнейшем мы запланировали совместно с нашими зарубежными партнерами провести обучение преподавателей и методистов системы технического профессионального образования по новым методикам разработки аналогичных программ. Следующим результативным элементом является оценка качества образования. Мы совместно с отраслевыми ассоциациями при нашей методологической поддержке создаем независимые центры оценки и присвоения квалификаций. Три уже действуют. Апробация осенью прошла. И мы планируем создание еще 10 отраслях экономики подобных центров. И для достижения успешных реформ в техническом и профессиональном образовании необходим еще один дополнительный элемент. Это создание рабочих органов при национальных, отраслевых и региональных советах, где должны участвовать эти советы в формировании государственного заказа, определении приоритетности отраслевых направлений и специальностей, анализы потребностей по предприятиям, тесно взаимодействовать с работодателем по формированию требований к подготовке кадров. И необходимо, чтобы там постоянно действовали эксперты, представители работодателей и Национальной палаты предпринимателей. Спасибо большое.